Всем доброго времени сутка, с вами Лесна Руфна, и мы сегодня, надеюсь, идем и движемся к финалу. Хотелось бы, на самом деле, мы оказались с вами в школе. Пока ничего понятного и интересного за все это время не случилось, мы просто ходим, не понимаем, что происходит. Что-то слышали про прототип, знаем про кота, и ни с кем толком из врагов пока что не столкнулись. Такие дела. Я не знаю, кстати, как здесь распределение по контенту будет, потому что пока действительно как будто бы ничего не происходит. Заметили это вы или нет, уж не знаю. Так, ну это, в общем, подпольная школа, и очевидно, кстати, вот здесь кто-то прятался и жил какое-то время, а потом что-то пошло не по плану. Кстати, сейв так странно сработал, здесь Оле что-то должен был говорить вот здесь, ну на входе, и почему-то Оле больше здесь ничего не говорит. Это странно на самом деле, не знаю почему. Так, ну ладно, не говорит так не говорит. Я, кстати, читала в отзывах, что в игре много багов. Нам повезло, мы с вами вообще с багами-то не сталкивались, это хорошо. А то это, знаешь ли, будет как-то не очень приятно. Так, но здесь, значит, соответственно, какой-то другой враг, правильно? Правильно. Здесь, очевидно, нас ждет не кот. Это хорошо. Так и непонятна причина, конечно, по которой кот сюда не ходит, в эту школу. Так, ну ладно. Пока все, знаете, так, чинно-мирно. Ха, интересно. Видали? Женщина. Прикольненько. А что за женщина? Кто это? Неизвестно. Так, сюда должны достать батарейки. Наконец-то появились враги. Знаете, уже как бы действительно, уже пора бы. Уже сколько времени прошло. Хочется как-то получить каких-то врагов. Так, а что я ищу вообще? Я ищу батарейку. Ничего нигде нет вроде. Стоянно. Ну, наверное, батарейки надо здесь, да, искать? Не знаю, кто это, но пока на нас пока не ну этот. Никто не нападает. А раз никто не нападает, то и бояться нам пока нечего. Минутку. Я тебя знаю. Точно. Вы раньше тут работали. Как ты в порядке? Ну, то есть живой? Жало? Ой. Жало, говорит, вы ищете коллег. Жало. Кота Дремота бы не понравилась, что ты тут. Тебе лучше уйти. Ради вашей безопасности. Ага, конечно. Мечтай. Сейчас прямо. Я не знаю, кто это, но это, видимо, вот эта женщина. Ладно. Пожалуйста, хорошо. Так, а что я, зачем сюда подтягиваюсь-то? Что-то я не пойму. А, вот проход, проход. Все, вижу. Ага. Господи. Интересно. Вообще, знаете, я от этой части как-то рассчитывала на загадки посложнее. Что-то как будто бы их нет, да, здесь прям как таковых. Оп. А-а-а. Ага. Батареечка. Супер. Значит, уходим, да? Ой. Здесь. Хорошо. Пока как-то загадок действительно нет. Я говорю, врагов пока нет. Очень не похоже на попе, да? Как будто вот немножечко других, другую команду разработчиков поднаняли. Есть такое ощущение? Странновато все это. Мне бы, конечно, уже неплохо было бы узнать, что здесь на самом деле происходит. Я считаю, это как бы уже пора нам начать какие-то детали сюжета раскрывать. Как считаете? Времени-то сколько прошло? Уже ж пора. А мы ничего не знаем все еще. Это не хорошо. Это не хорошо, это неправильно. Так, одна батарейка есть. А еще батарейка. Не будет батарейки? Так, там на самом деле можно электричество включить, но мне кажется, я не дотянусь. Я его должна, наверное, все-таки отсюда, ну, вот из этой комнаты, из соседней пустить вот сюда. Ладно. Так, где еще одну батарейку-то взять? О, кассета. Так, посмотрите, только там можно. Ясно. Что ничего не ясно. Может, я упустила, и тут где-то была батарейка еще одна? Нет? Блин, прикинь, нет батарейок. А где вторая батарейка? А, ну, подожди, а может, мы просто это самое? Поверху попробуем пройти подальше? Нет? Может, там что-то было? Вот потеряшки, конечно, что-то меня одолевают в этом прохождении. Не понимаю, почему. Что-то я прям теряюсь. На ходу. Не специально, конечно. Ладно, погнали тогда дальше, видимо. Там был вроде проход, но я не знаю, пройду я, смогу я пройти или нет. Вот сюда. А, ну вот, пожалуйста. О, видишь, проход дальше. И куда этот ведет? А, сюда. Блин, а может, я батарейку пропустила? Шом-то непонятно как-то. А где же батарейка-то вторая? Нет, я внимательно смотрю. А, ну вот еще был проход-то. Ну да, я здесь, походу, не была, да? А, ну да, 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 вот и батарейка. О, записка. Ну-ка. В смысле записка 2? Тут записки были в игре? Окей. Сегодня раздался стук в дверь. Я слышала чье-то дыхание. Я не знаю, кто это был, но на мой отклик никто не ответил. После того, как нечто замолкало, я несколько часов сидела и пыталась понять, это ли существо заперло нас здесь. Я смастерила что-то вроде оружия. Взяла карандаши с линейками и перевязала скотчем и веревкой. Решила назвать это жалом. А, вот что она называет жалом. Такое себе оружие, конечно, но когда дверь откроется, я должна быть готова. Ну, короче, вот эта учительница, вот эта вот, видимо, учительница. Ну, очевидно, вот, что здесь же игрушки во всем помогают детям. Значит, учительница вот эта вот, ну, это была учительница, очевидно. Очевидно. Так, хорошо. А вот записка, значит, тут была, да? То есть, значит, где-то есть первая записка. А я не видела здесь никаких записок до этого. Может, конечно, просто невнимательно смотрела. Не сказать, что прям очевидно, где они находятся. Ну, значит, в этом помещении есть еще записки, ребят. Блин. Дэм. Ну, ладно. Я уже и кассету одну пропустила, что как бы обидно. Ну, понимаете, в чем дело? Вроде бы, как бы, активные места здесь подсвечиваются. Поэтому, в принципе, понятно, что ты делаешь. Ну, как будто бы, это не всегда. Давай смотреть, да, что тут у нас. Да. Где дети? Где же дети? Они что? Там же, где и другие сотрудники? Нет. Они в безопасности? Да. Могу? Могу я их увидеть? Нет. Это все. Больше он ничего не говорил. Наверное, я понимал, что я всех убью. Как мило. Потрясающая запись. Мне нравится. Мне нравится. Какая позитивная женщина. Вот нас создают фигни. О, вот она. Вот нас создают фигни. А ты потом, понимаешь, делай, что хочешь. Ну, как это вообще возможно? Чем вы думали? Ну, вот смотри. Вот, допустим, вот здесь что-то подписано. Ой, подписано. Подсвечено. Но это не берется. Окей. Просто, видишь, есть какие-то рандомные моменты, как будто подсвеченные. Вот непонятно, что-то из этого полезно или нет. О, записка. Кстати, проход наверх. Записка. Четыре. Уже три где-то пропустили. Я не понимаю, как это работает. Мое утро требует еды. Я думаю только о том, как я голодна. А у меня едва хватает сил подниматься с пола. Только жало меня поддерживает. Оно дает мне сил. Я поняла, что если стою неподвижно, совершенно неподвижно, все думают, что я умерла. Жало говорит, что мне нужно поесть. И чтобы другие учителя меня, что другие учителя меня не заметят. Я готова на все, лишь бы голод прекратился. Да уж. Что бы это, как говорится, не значило. Так, закрыто. Подожди. Записки. Как странно. Да, вот мы прошли чуть-чуть совсем. И как будто бы еще одна записка здесь должна была быть где-то. Записка номер три. А что за прикол? У меня же был фонарик. Где фонарик? Нет фонарика? А почему фонарик-то исчез? Был же, вот только что. Нет фонарика, прикинь. Ладно, ладно. Что упустили, то упустили. Наверняка это где-то запрятано. Эти записки. Просто я не вижу ничего подобного. Почему-то реально забрали фонарик. Был фонарик. Эх, не видно же ничего. Верните фонарик на базу. Как так-то? Офигеть. Так, проход тут закрыт. Ладно. Давайте двигаться. Вот тут проход был. Поехали. Странно, я что-то вроде других как будто записка не видела. Может, я, конечно, не очень внимательно смотрела. Я вообще плохо вижу записки в играх. Знаете, вот я что-то, когда прохожу, я вечно что-то часть пропускаю. Прям знатно. Потому что не вижу просто. Так, ну, значит, ее здесь заперли и оставили одну. Кто бы это ни был. Ты не так уж хорошо слушаешь. Прямо как другие люди. Интересно, одинаковые ли у вас крики? Не терпится узнать. Ага, супер. Как любезно с вашей стороны. Так, ну понятно. В общем, так и не ясно, тот, кто ее здесь запер, спас детей или не спас-то в итоге. Очевидно, что от нее спасать надо было. Это пока то, что мы поняли с вами. Так, это открыто теперь? А, ага. Раз. Да у вас. О, ну-ка. Здравствуйте, ученики. Найди моих сестер и меня, чтобы узнать любопытные факты на разные темы. Нажми на кнопку и узнаешь много интересного об анатомии. А, то есть она такая здесь не одна? Ну, супер. Отличные новости. Интересный факт. Протяженность кровеносных сосудов в теле человека составляет более 95 тысяч километров. Для сравнения, длина земного экватора составляет 40 тысяч километров. Самая маленькая кость в твоем теле это с тремя. Она находится в ухе. Повреждения могут стоить слуха. Этого я не знала. Это как до сих пор мне с ума сводит тот факт, что кожа это орган. Хочешь узнать больше о человеческих органах? Ну, понятно. Ясно. Ну, учи, да. Ой, эти, как они. Учительницы, видимо. Может, она одна сошла с ума? Поехала, знаешь. У одной у нее, короче, голова треснула и вот поэтому детей забрали. Что-то как круто рандом с этими записками. Наверняка я просто... Вот они наверняка в каких-то очевидных местах до этого лежали. Прости, нужно было поесть, чтобы вышить. Пришлось сожрать всех. Я не специально. Слышь, не специально. Так, сохранение. Ну вот фонарик, возьми себе, раз, блин, у нас отобрали. Так странно. Это, может, баг? Так, что надо сделать-то? Типа... Оп. О, ништяк. Ой-ой-ой! Ой, а почему ты стоишь? А? А, рили? А-а-а! Все, понятно. Блин, да что так много вайбов резидента? Вы чувствуете, да? Хе-хе-хе-хе. Каждый раз. Вот и комната та, как будто в этот... Виллдж, виллдж. Так, ясно. А-а-а! Так, ну понятно. В общем, у нас вот это вот, да, сейчас прикол ждет. Ой, терпеть не могу этих врагов, на которых смотреть нельзя. А-а-а! Все! Ха! Закрыт теперь. В смысле? А как ты прошла? Алло! Ты чего? О, все. Вы видели? Это нормально. Она через сетку прошла. Да ты охренела! Как это? Блин, твою мать. А, вижу электричество там. О! Офигеть! Ну, здорово, конечно, придумано. То есть, она ходит через все это, да? Понятно. А, ну она же говорила, что если она замирает, то никто как будто не догадывается, что она жива. Офигеть. А че я? Я же еще... Тихо, 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 тихо. Дверь. Тихо. Блин. Ага. Так, вижу, вижу заряд электричества. Твою мать! Так, наверное, сюда, да? Непонятно, блин. Че происходит? Еще темно. И спасибо. Нет, как будто специально фонарик отобрали. Реально, это так странно. Даже катсцену не сделали ради приличия. Ну вы че? Это разве нормально? О! Дырка какая-то. Блин, ладно. Я не могу посмотреть. Вхождение спиной. Это, конечно, сомнительное развлечение. Тихо. Оп, спокойно. Ага, вон вижу. Так, сейчас я проход себе открою. Как она выглядит-то хоть? Ха-ха, симпатично, да? В кавычках. Так, перестань. Так, секунду. Как мне протянуть электричество? А главное, куда мне его надо протянуть-то? Че-то я не пойму. Подожди. Я запуталась из-за того, что осмотреться нельзя. А, отсюда я пришла, лол. А-а-а, непонятно. Так, а я смогу от нее вообще уйти-то? Мне бы обойти. Я что-то не поняла, куда дальше идти вообще. Что я должна была сделать? Так, тут тоже все понятно. Хорошо, тут я поняла. А дальше-то что? Неясно. Вообще непонятно. В каком даже направлении двигаться непонятно. Вот тут какой-то проход. Может, не сюда? Блин, алло, ты че двигаешься? Ты ее видишь, что ли? Что я-то не двигаюсь? Как неудобно ходить спиной. Еще и без фонаря. Ну, это скотство, конечно. Забрали фонарь. О, дырка. И че? Куда она ведет? А-а-а! Так-так, все, я вижу, куда она ведет. Она ведет к электричеству. А как мне протянуть электричество? Так, мне надо сюда бы шлябахнуть, очевидно. Ну, нужно понять, откуда. Мне как будто насквозь здесь надо пройти. Ну, неясно, откуда, да? Оттуда, что ли? А я успею вообще? Блин, ну, надо ее заманить, значит, сюда, да? Как-то. Как же я должна это сделать? Что-то за какой-то запутанный момент вообще. Так, не ржать. Хорошо. То есть я должна... Сейчас я посмотрю, сколько у меня времени будет. Я должна успеть просто до того треугольника докоснуться. Другого я просто источника не вижу больше никакого. Ну, нормально. Смотри, как долго рука заряжена. Вот ты видишь, как будто игровые условности ломаются в этот момент. Так. Ух! Ух! Получилось! Господи, а можно сейв? Пожалуйста! Ух, ух, ух! Хорошо. Так, так. Ну, вот мне интересно, как она это делает. Что происходит-то? Ой, здесь как много... Вот опять она прям телепортнулась. Это что такое? Так, я не понимаю. Мы тут что, застряли? А, батарейка есть. Спокойно, слышишь? Так, дайте осмотрюсь. Ты меня... Этот самый... Обзор портишь, и у меня мозги плавятся от тебя. Значит, тут вот по две. Надо батарейки. Тут тоже две. Тут вообще электричество пропустить. Тут нужна одна батарейка. Электричество, очевидно, взять надо оттуда. Хорошо. Сейчас мы пока вот так, ну, как-то входим. Что я должна здесь взять? Не знаю. Возможно, батарейку. Меня же отобрали все. Что я ищу-то? А вон батарейка-то была. Да, господи Иисусе. Не взять. Не дать не взять, батарейка лежит, а? Хорошо. Что я должна теперь? Спокойно. Ух, ни хрена. Вот это ты классная, конечно. А, чуть не у этот самое. Чуть не кокнул меня. Да вставься ты батарейка паршивая. Что ж ты? Издеваешься надо мной? Не надо надо мной издеваться. Хорошо, хорошо, хорошо. Все в порядке, все в порядке, все в порядке. А в чем дело? А, электричества уже нет. Офигеть, мне это заново надо делать, представляешь? Надо было успеть, оказывается. Так, давайте-ка ее все-таки... Нам надо как-то это все забыстро сделать. Это очень-очень неинтересно, в кавычках. Не нравится мне совершенно. Так, и как же мне это сделать так, чтобы смотреть и на тебя, дорогая, и на электричество? Быстрее. Хорошо, хорошо, все получается. Еееее. Хе-хе. Как тебе такое? А, что происходит? Почему она бежит? Ай-яй-яй-яй-яй. Это что такое? Игровые условности сломались. Все. Бедолага, даже поесть напоследок не дали. Мне даже жалко. Поесть от святое, поесть от самое главное, понимаешь? Ай, даже покушать не дали. Беда, как жаль. Ой, ладно, какой странный сегмент. Еще записька. Ну, что тут? Сегодня дверь открылась, я услышала, что кто-то вошел в мой коридор. Мы с жалом увидели, что нас поджидает код Дремот. Все это время мы были в агонии, а дверь закрыл он. Я это знаю, я хотела его убить, но понимала, что не смогу. Мне показалось, он был очень рад, что осталась именно я. Когда мы заключили сделку. Теперь мы заботимся друг о друге. Мы сообщаем другому обо всем, что видели, сообщаем все ему. Ему это, видимо... Кому ему, прототипу? О, загрузка. Да! Не, ну это был не такой сложный сегмент, как могло показаться на самом деле. Но прям, да, дико напомнило мне все это Резидент. Вот предыдущая локация, помните, где мы там зациклились по коридору? Вот это вот, глюки все были. Очень странно. Так, это что? Это что такое? А-а-а, шикарно, новая рука опять. Я, зая, попрыгуша, давай-то прыгнем до луны. На счет три. Раз, два, три. Давайте обманывать детей. Не так уж и далеко нам удалось добраться. Неожиданно, зая, правда? Снова. Раз, два, три. Это не прекратится, пока мы не напрыгнем до луны. Раз, два. Нет, не смотри под ноги. Это не важно. Опять, опять. Прыгай. Окей. Так, и что это такое? Значит, у меня есть новая рука. Объяснения не будет, зачем она? Типа, сама как-нибудь разберет. Понятно. Ну, ладно. Не хотите говорить, ну и не надо. Не хотите, не надо. Нет, ну что, я что, я тебе скажу? Не хотят, не надо. Зачем? Укасы там. Так. О, рука. Ой, лапа. Да-да. Дурацкий лифт. Чего ты говоришь там, Ричи? Да ничего. Давай уже доставим посылку и пойдем. Чего там, какая-то запись от Людовика. Ты прямо не в восторге от этого места, да? Нет? Какая-то атмосфера тут гнетущая. Тебе не кажется, что детям не помешает солнечный свет? Не под искусственным освещением, разборисованным небом. Черт подери, над этими ребятами, с этими ребятами даже говорить нельзя, как-то это... Прости, Стю. О, правильно мужик говорит. Прости? Рич, которого я знаю, так не выражается. Видишь ли, я стараюсь меньше раздражаться. Жена говорит, я славный малый, но мне... ...не бы научиться держать себя в руках. Стараюсь ради нее. О, как мило. Рич, ты просто не такой, как все. Все, говоришь, прямо в лоб. Но это мне в тебе и нравилось. Правда, что ли? Таких, как ты, немного. Знаешь, Рич, я скоро уйду на пенсию. И меня давно просят найти себе замену. Я хочу порекомендовать на свою должность тебя. Я хочу порекомендовать на свою должность тебя. Серьезно? Да, но пока все неофициально. Уверен, что под маской этого вечного недовольства вскрывается отличный парень. Честный и трудолюбивый человек. Если убедишь меня в этом, то успех тебе гарантирован. Ух ты. Не знаю, что сказать. Рад, что не все вокруг считают меня придурком. Не все речь. Не все. Вы знаете, я люблю прямолинейных людей. Но есть разница между прямолинейными засранцами и просто прямолинейными людьми. Вот смотри. Я тебе сейчас объясню. Есть разница. Вот может быть человек прямолинейный и говорить все прямо в лоб. Знаешь, вот что пришло в голову, то и сказал. Есть те, кто прикрываются прямолинейностью, чтобы говорить гадости. Вот это. Придурки. Мы про этих людей не говорим. Я думаю, вы знаете, о чем я. А есть, ну именно, да, именно прямолинейные люди с прямолинейным. Я отношусь хорошо. Они, может быть, и правду матку прямо в лоб лупят. Ой-ой-ой, а я и разобьюсь. А, нет, я не разобьюсь. Может, они и правду матку прямо в лоб лепят. Ну, понимаешь, лучше быть таким человеком, нежели, знаешь, с говнецой. А вот честные люди, почему все не любят честных людей, я лично, говоря, не понимаю. Ну да, те иногда прям что-то в лоб спрашивают. Для меня честный прямолинейный человек, это ты, знаешь, человеку, который вот почувствовал какой-то конфликт, вот он в игры не играет, он сразу в лоб. Вот он, допустим, ему что-то понравилось вчера в человеке, он сразу в лоб без стеснения. Это и, ну, не только про плохие какие-то вещи, естественно, это и про хорошие вещи тоже. Что, куда надо это делать, где это-то? О, боже, я умерла. А вообще, знаете, что меня это напомнило? Вот этот сейчас Ричи напомнил мне, я не знаю, вы смотрели, нет? Этот. Ой, не смотрели, господи. Ну, хотя нет, фильм же вроде есть. Есть такой фильм про вторая жизнь Уга. Вот, он такой же брюзга невозможный, прямолинейный, но при этом все-таки хороший человек. Это да. Если не читали, если не смотрели, точнее, лучше, лучше почитайте, нежели посмотреть. Книга прям очень веселенькая, очень, очень прикольная вообще. Я смеялась, я, я не смеялась, я вообще была в восторге. Так, куда деть эту руку-то? Что сделать надо? Что я хожу-то? Надо запомнить, что здесь можно умереть. Нет. А, это загадка какая-то. Блин, рука так долго горит. А куда вставить? А-а-а! Ты что? А, не успела просто? Подожди, сейчас. Ой, тьфу ты. А, вот, все. Все, все, рука. Ага. А, все, вижу, понятно. Наверх. Окей. Нет, не допрыгнула, подожди. Ой, оно на таймер, что ли? Ёлки. Понятно. Ладно, на таймер, так на таймер. Хорошо. Что-то я там, правда, не поняла, куда надо запрыгнуть дальше. Сейчас. Подожди. Походу, дело разберем. Сейчас. Раз. Ну-ка. А, вот. Ага. Сюда, видимо. Так, еще есть? Ой, а что-то там такое страшное. Издалека уже вижу. Мне уже не нравится. Что там такое происходит? Ты видишь это? О-о-о. Ой. Ёшки матрёшки. Ёшки. Что? Мне, наверное, надо... Я не знаю, что мне надо. Мне надо куда-то пустить электричество, видно, да? Что-то я пока не пойму, куда. Пойдемте пока просто посмотрим, да? Так. А, вот сюда надо пустить электричество. Ага. Так, давайте по логике отсюда-то и начнем тогда, да? Вот, хорошо. Начинать надо с конца. А как мне наверх теперь вернуть? Можно наверх? Я хочу... О, вот так. Так. Хорошо. Теперь на вторую сторону. Значит, вот это. Давай тоже направим. А что такое... Вот это, я думала, прям выглядело как что-то очень сложное. Не сложная загадка, нифига. Да это даже не загадка. Это даже не головоломка. Все, что ли? Ну ладно. Ерунда какая. Ладно, пойдемте пока наверх. А-а-а! Я больше умираю за вот это... Ну, за свои криворукости, да? Что я куда-то упала, провалилась или еще что-то. А, все работает. Все, все, хорошо. Слава богу. Давайте посмотрим, куда мы провели это электричество. Там что-то, наверное, открылось. Так, ну. И что? А что произошло-то? Есть объяснение какое-то? Так, давайте эту штуку отключим. Посмотрим, что произошло на самом деле. Ну, вот если оно не горит, то что? А-а-а! Лифт! А-а-а! Понял. Вот так, типа? Вот отсюда. Можно же, да, запустить? Все, 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 все. Да, блин, нет. Да ну долго идет луч! Я-то тут при чем? Да, все, все! Господи! Господи боже! Ой, оно что, забаговалось-то? А где? А вот лучше все. Ну тут вот, блин, какие-то... Ну это даже не загадки. Уже, кстати, не первый раз. По-моему, только первая загадка, вот там, где надо было перепрыгивать, вот она была прям загадка, да? А сейчас это какая-то ерундистика. Ерундистика. Вообще на загадки не похоже. Господи, что это такое? О, кот! Он к чему-то там молится. Давайте в него стрельнем. Слышь, ты! О-о-о! Фига, он там реально молится. А что это? О, это прошлые... Че тебе? Не мешаю! Че ты там делаешь-то? Э! Чем ты занят-то? Бро! Хмолится реально чему-то. Но я вижу собаку с прошлой части. А к нему допрыгнуть нельзя? О, исчез. Прикинь. Блин, жалко посмотреть нельзя. Че это такое. Но я вижу только собаку. Вижу каких-то игрушек. А туда, видимо, не допрыгнешь, да? Никак. Вот отстой. Хо-хо! Прикольно! Это че он себе такое собрал-то? Я не пойму. Место для поклонения? У кота совсем кукуха явно съехала. Представляешь? О! Может отсюда рассмотреть получится. Блин, все равно ничего не видно. Не, ну я вижу. Да, песика. Больше отсюда, конечно, ничего не видно. Непонятно, что это такое. Выглядит странно. Крипово, конечно, да? Культист! Кот-культист! Вот оно что! А, ну вот теперь ты, я понимаю, что знаем. Кот-культист. Удивительно вообще. Что здесь, черт подери, происходит? Непонятно. Кот кому-то поклоняется. Одна из учительниц сожрала учеников. И, видимо, одна-одна, может, сошла с ума. Я не понимаю. Но это просто... Мне кажется, провалились по всем фронтам. Просто эти ученые создавайте игрушки. Они, ну не знаю, зафейлились везде, где только можно было. Ой, ну это просто... Ну это как? Ну что это такое? Ну стыд. Стыд с Рамдой только. А тестировать надо, потому что было. Что, кстати, за прототип-то мы до сих пор и не знаем. Я почему-то была, ну думала, что это Хаги-Ваги, но это же не Хаги-Ваги. Прототип это же что-то другое, да? То, с чем мы, конечно, не увиделись. Ладно, я не поняла, кому-то поклоняется кот. Сделаем вид, что мы забыли про это. А, привет! Ой! Привет! А ты что такое? А, ты нехорошая, да? Оно плохое, блин. А я думала, оно хорошее. Такое милое, да? Что, я Бобби-Попби... Что, Бобби-Попби-обнимашка? Я люблю тебя до луны и обратно! Ты сводишь меня с ума! Нет! Я без ума от тебя было сказано! Что за перевод-то? Я потерян без тебя. Я потерян уже давно. Пожалуйста, возьми меня с собой в этот раз! Ты ведь меня не оставишь? Интересно. Так, ладно, давай дальше смотреть. Значит, кассета. Так. Может, тут где-нибудь кассета. О! Реально. Так, давай смотреть. Так. О, кот! Ладно. Это кот Дремот. Эксперимент под номером 1188. Как его зовут по-настоящему? А, хорошо. Ну, привет, Тео. Как поживаешь, Тео? Обычно этим занимается доктор Сойер, но... Он сейчас... У него выходной. Так что пока ему не найдут замену, то я буду... Так, поздравляю с момента... Прошло ровно 4 года с момента, как ты в новом теле. Ты отлично справляешься, дружище. Слышал, что после того, как ты и другие улыбающиеся зверята, как пексалис, свинка-капризулька, траля-ля... Появились в приюте, и у тебя не получалось наладить отношения с детьми, как у других. Аж ты сейчас что, дети? Тебя обожают, тебя, это вы красный дым. Понимаешь, это ж супер. Это твоя штучка для голоса. Ещё сломано? Прототип нас спасёт. Тео, тебя никто не спасёт. Твоё место в тюрьме. Мы будем тебя выводить только ради встреч с детьми в приюте, но твой дом тут. А твой прототип живёт в лаборатории. Такова твоя судьба, привыкай. Что? Вы чего-нибудь понимаете вообще? Зачем вы мне... Ой, разработчики мозги нам пытаются поломать. Я реально не выкупаю, что происходит. У меня уже голова от них болит. Вот что это было? Значит, у кота новое тело. Из очевидного, да? Ну, как бы, ну мы видели, какой он здоровый. Вряд ли игрушки делают такие, да? В два раза больше ребёнка. Во-вторых, он в какой-то там тюрьме кот сидел. Во-вторых... А, он ещё и поклоняется прототипу. А, вот это вот непонятное нечто. То, что он склеил непонятно из чего. Я только пса там смогла разглядеть. Это и есть, значит... Может, он так себе прототипы представляет. Я не знаю, как выглядит прототип. Мы пока ничего толком не видели из этого прототипа, если честно. Мы видели только... Мы что-то видели, когда он Поппи утащил прототип, по-моему? Нет? Что-то такое было. Она стояла возле какой-то дырки. Что-то вылезло. Плохо помню уже, на самом деле. Они посадили его в тюрьму и выпускают пообщаться с детьми. Но он же не просто так сел в тюрьму. Зачем вы позволяете ему общаться с детьми? Я понимаю, все вокруг идиоты или что? Мне кто-то ответит в комментариях? Я не понимаю, потому что... Если он у вас в тюрьме, так может быть. Ну, может, его вообще прибить? Типа. Может, его просто убить тогда? Ну, я... I don't get it. Просто я не понимаю. Ой, не понимаю. Так, игровой комплекс. Блин, выглядит как психушка какая-то. Ну, здрасте, приехали. Мне еще от этих... Хреновин, да? Так, ясно. Без понятия, что я делаю. Ой-ой-ой, они хрипят со всех сторон. Еще смеются, как маленькие дети. Это что за фигня такая? Мне это все не нравится. Мне это все надоело. Чего опять началось-то? Уйдите отсюда. Блин, они симпатичные, правда, до смерти, эти игрушки. Я хочу такую себе. А вы такую себе хотите? Признайте, что хотите, потому что я хочу. Так, а ну-ка свалим. Свалим было отсюда. Я не знаю, кто вы такие, но, пожалуйста, уходите. Так. Ага, сохранение. Супер. Ну, посмотри, какая булочка. Ой, хочу. Можно мне вот такую? Я хочу. Почему у нас мерч, кстати, не купить? Я хочу, я хочу эту игрушку. Как они молодцы. Вот они создали прям. Супер выглядит. Ну, реально, у меня прям вопросов нет. Это мелочи пузатые. Они такие смешнявые. Какие смешнявые штуки. Я не могу. А куда мы прёмся-то? А, о, я вижу провод. Так, вижу провод. Это хорошо. Провод от кнопки. Запустили что-то. Окей. А дальше куда? Так, ишь, не мешайте. Потому что, если без разницы, можете мешать. Маленькие, милые создания. Ну, типа, господи. Ну, слоник не очень. Киса вообще отпад. Я хочу себе такую кису. Супер. Ну, я не знаю. Если это вас, конечно, пугает. Ну, я могу это понять. Меня не пугают. Они очень милые. А может, так и задумывалось. Ну-ка. Не обязательно же делать сплошных уродов. Правильно? Ну, можно... Можно хоть раз сделать каких-нибудь няшечек, милашечек. Матерь божья, шит такое. Ага. А-а-а, всё. Я поняла, о чём мы делаем. Ты знаешь... Вы знаете, что интересно? Если прямо на них направить, они иногда убегают. Но не всегда как-то. Почему их не отпугивает просто свет? Почему прицельно только ракеткой попадать надо? Так, ладно. Мне надо вот туда. Мне надо в ту сторону. Вот здесь. Кнопка вторая. Ага. Так, милашечки, уходим, пожалуйста. Что они ещё так пищат? Ой, а чё-то кнопка не сработала. А почему та-та нажалась, а это не нажимается? И что я должна? Может, кубик? Да что же вы за гадости такие? Ну, уйдите! Ну, в смысле, вы мне нравитесь, но... Ну, уйдите. Так, ясно. Значит, так всё просто не работает. Значит, и та кнопка, что ли, не нажалась? На вид как будто нажалась. Непонятно. Ну-ка. Она горит всё ещё? Ну да. Блин, я застряла. Так, тихо. Давай дойдём, посмотрим. Ну да, эта кнопка горит. А звук-то как будто не нажалось, да? Не поймёшь, что это... Ну, давай попробуем тоже стащить, наверное, кубик тогда. Шли вон, шли вон. Не разберёшь вообще. Так, малышня, давайте-ка расходимся. Малышня, малышня. Давайте наверх заберёмся сначала кнопки и посмотрим. Вот всё сейчас включилось или нет? Что-то я в какой-то маленькой растерянности. Здесь проход был через центр. А что вот это? Это баг какой-то или что такое? Почему они здесь так стоят, странно? А-а-а. Окей. Ну всё, малышня, увидимся. Это самое. Когда-нибудь. Ой. Надо было спрыгнуть. Здорово. Покатались. Извините, я не знала. Так, уходим, малышня. Так, малышня, уходим. Какие звуки-то, да? Хихикательные, страшные. А, ой. Понятно, здесь прохода нет. Эээ, ладно. Блин, ну они наверняка в мерче сделают. Ну нет, они, наверное, код от ремонта сделают. Надо посмотреть на сайте, кстати, что за мерч у них есть вообще. Я помню, был Хаги-Ваги. Понятное дело, все скопировали, кто как хотел, кто как не хотел. Хотя я не знаю, насколько они имеют право, кстати, копировать. А имеют ли они реально право-то копировать эти игрушки? Вопрос очень интересный, честно говоря. Можно ли копировать игрушки или нет? По логике вещей, если это созданное имя модель, то они имеют на нее право. Ну, или, или... Потому что игра, это их интеллектуальная собственность. Правильно, разработчик? Так. А созданные модельки для игры, это тоже? Раз они внутри игры, то интеллектуальная. То есть официально ты не можешь продавать каких-нибудь Хаги-Ваги? Не понимаю. Ну, правда, не знаю, как вы. Что такое? А, можно пройти реально. Опа. Смотри-ка. Это что? А, это тюрьма, видимо, в которой жил, да? Я все еще наблюдаю. Ага, тут, видимо, кот дремод жил. Ну, логично, он мячик, видишь? Ага, ага, и лежанка в виде лапы. Зачем его тогда оставлять в живых-то? Я не... Те глупые, вот я не знаю. Ну, ты-то каждый раз смотришь и думаешь, ну, вот вы ученые или идиоты, ей-богу. Вот каждый раз. Это как ученые какие-нибудь, знаете, в фильмах про чужих. Вот то же самое. Вот такая же Виллиберда. Вот честное слово. Ты думаешь, вы ученые или дебилоиды? Ну, правда. Ой. Так, что там? Ничего там. Так. Тангел Поппи, ты здесь, чтобы спать? Ты, что с тобой? Мне нечего больше сказать. Не здесь. Ангелочек, ты в домике кота Дремота. В их доме. На тебя сейчас уставились миллионы глаз. Они наблюдают, ждут, умирают. А что с тобой? Они только и мечтают, чтобы пробраться тебе под кожу. Сожрать тебе кусочек за кусочком. Вот эти милашки. Ну, ну, перестань. Чтобы заполнить пустоту внутри себя. Это существо. Кот Дремот. Прототип для него бог. И так он расправляется с еретиками. Эти игрушки-малютки Поппитам следуют за котом Дремотом, чтобы избежать той же участи. За это им перепадает еда. Мы пытались бороться с этим, избавиться от власти прототипа. Я последний из улыбающихся зверят. А, вы все такие огромные. Слушай, тебе надо убираться отсюда. Тебе нельзя убирать. Вы с Поппи можете все исправить. Покончить с этим безумием. С пытками. С... О, нет. О-о. Оставьте меня. А-а-а. 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 Какая мерзость. А, бляха. Ой, куда? Что это за гадость была? Фу-у-у-у. Бляха. Закрыто. Мать моя. Что происходит? Что происходит? А что они внутрь-то залезли? Это нормально? А, не сюда. А, куда? Непонятно. А что так быстро-то все? Подождите. Я так быстро не соображаю. Я только что наблюдала мерзкую сцену, как они пробрались внутри него. Неприятно. Ой, какая гадость. Ой, какая дрянь. Так, значит, мы поняли. Код, ремонт, поклонец прототипу. Мы это и без тебя поняли, пес, на самом деле. Ой-ой-ой. Без тебя поняли. А что вот это вот за маленькие? А почему они залезли внутрь? Я не могу. Мне эта сцена какой-то дискомфорт лютый вызвала. Не знаю, как у вас. Ну, рассказывай. Я не могу. Фу, как мирско. Я не понимаю. Может... Ой, а что меня не пускает? Меня не пускает в этот раз. А почему не пускает в этот раз? А-а-а. Пустите. А, все, пускает. Блин, офигеть. На самом деле, меня так быстро, кстати, сожрали в этом лабиринте. Так, сюда нельзя. Ага, сюда надо. Так-так-так, это я запомнила. А дальше я не помню. А что, где я там профуфукалась-то? Так, вот здесь маленькие говнюшки были. Налево, видимо, да? Куда я бегу-то, блин? Я вообще не соображаю. У меня просто мозг сам... А, тут много... Бляха, может, я не то выбрала? Так. Такое ощущение, как будто он за мной не бежал, а ждал меня, да, там? В этих тоннелях. Офигенная погоня, мне нравится. Почему все так странно, господи? Блин, эта сцена у меня перед глазами. Я не могу, ужасно как. Гадость. Это ж гадость прям, буквально. Вот скажите, что вас аж не дернуло. Выглядит ужасно как-то. Но, опять же, все зависит, мне кажется, от вашего личного воображения. Просто я как-то все это представила. Как скоробей, блин, в этом, в мумии. Вот такая же ерунда. О! А он умер или что? Надеюсь, он умер. О, это он, да, песик? Ага. Пеклопес, говорит. Апорт! Беги и не останавливайся! Почему ты просто стоишь? Тебе нельзя здесь оставаться? Нельзя! Блин, я не знаю, в какой-то момент все начинает становиться, знаете, как бы вам сказать, слишком мрачно становится. Вы чувствуете? Прямо мрачно. О, Оля. Ты как? Травм нет? Руки-ноги на месте? Ох. Как же я рада, что с тобой все нормально. Я больше не хочу, чтобы никто из моих друзей здесь пропал. Как тебе алтарь? А, да. Это Кот Дремот смастерил для прототипа. Понимаешь, до того, как Кот Дремот стал таким, он пережил какой-то несчастный случай. Он чуть не погиб. Прототип спас ему жизнь. А-а-а. А сам за это поплатился свободой. Для Кота Дремота прототип супергерой, который спас это место. Понял. Так что в глазах Кота Дремота прототип прям как бог. И Кот Дремот убивает всех, кто позволяет себе что-то там. Если мы не будем осторожны, он и нас прикончит. Значит, и этот алтарь жутчайшее зрелище. Но это только имитация. В реальности все куда страшнее. А-а-а. Кстати, мы почти закончили. Так этот алтарь, это типа как выглядит прототип. Я отправил новый... Так. Чего такой вариант, но горючего должно хватить? То есть не здесь ключ. Если сможешь запустить генератор и вставишь шнур в разъем, значит миссия выполнена. Только остерегайся Кота Дремота. Обычно он прячется в тени и там, где свет мерцает. И он всегда преследует добычу перед атакой. Если вздумаешь чем-то обороняться, то он обязательно отнимет. И в тот момент, когда ты будешь слабее всего, он тебя убьет. Кот Дремот прирожденный охотник. Удачи тебе. Чего-то ты у меня, Оля, мозги вскрыла. Я не поняла. Куда ты хочешь? Он сказал, в какой-то кабинет надо, что ключ типа не там, а видимо вот здесь. Тут остерегаться Кота. Я не поняла. Значит, Кота Дремота спас в какой-то момент прототип из какой-то там жуткой ситуации. Какой жуткой ситуации? Никакой информации нет. Игра, ты не даешь никакой информации нам, реально? А, блин, может все-таки надо было взять ключ? Да что-то текст так быстро прощелкал. Я, если честно, пока пыталась переварить, очень много информации на меня навалило, Оля. Я не виновата. Так что, еще ключ дашь, да? Да? А, ну да. Все верно. Действительно, надо было просто ключ получить. Значит, какая-то там то ли администрация, то ли что он сказал? Ну, то есть вот это здание, да? А, ну и все. И здесь, видимо, финальный кусок, да, с котом Дремотом уже будет. Я не поняла, все-таки. Я сюжет не улавливаю. Знаете, из-за чего все это происходит? Ой, не туда иду. Все это происходит из-за того, что разработчики вообще не планировали, видимо, такой замудренный сюжет. Вот. И на ходу начали додумывать, придумывать. И все это как-то получается одним большим хаосом. Я лично вообще не улавливаю никакой связи. Не между прототипом. Не, ну, может, конечно, дело все-таки было в каком-то прототипе. И прототип имеет какой-то смысл. Ну, ответа у меня пока нет. Лично для меня это просто запутка какая-то сплошная. Запутанная запутка. Я ничего не понимаю. И связи между всем этим не улавливаю. Так. Ох, замечательно. Не открывается. Не открывается. Ясно? Так, ну, понятно. Начинается развлекуха. Нет, тут уже, конечно, тут уже. Подожди. Тут уже все. Тут уже что-то другое. Так, а как пройти-то? А? Что-то я застряла. Здесь уже переход на другую локацию. Чего? Я должна что-то сделать? Что-то я, извините, не понимаю. А-а-а! Капец. Ну, это, извини, как увидеть-то надо было. Так, ну, хорошо. Берем, видимо, батарейку отсюда, да? Ну, хорошо. Так, кассета. Хорошо, смотрим. А где телек? А, вот, повсюду. Ага. Чего-чего-чего? А-а-а! Какая-то... Какая-то опасность. Тревога. Данное сообщение предназначено для всех сотрудников PlayTimeCo. В 11.01 по восточному времени неизвестная враждебная сила объявила в зданиях на территории PlayTimeCo. Сотрудникам немедленно приступить к аварийной эвакуации. Оставьте личные вещи. Не взаимодействуйте с враждебно настроенными субъектами. Если пути к выходу нет, ищите укрытие. Накройтесь подушками и одеялами и сохраняйте молчание. Не смотрите в окна. Никому не открывайте дверь. Избегайте зрительного контакта с... Откройте двери. Наступил час радости. Час радости. Блин, вот это так стрёмно. Вот это... Вы слышали, как они сказали? Не смотрите в окна, не открывайте двери. Я, по-моему, уже на стриме не один раз рассказывала, что меня до кошмаров просто пугают панорамные окна. У меня есть какой-то страх перед панорамными окнами. Я вот говорила, что мне, в принципе, это не нравится. И не просто так, понимаете? Меня действительно пугает сам факт того, что кто-то может появиться за каким-то вот таким, ну, панорамным окном. Если бы я вот так раздвинула штор... О, кстати, Joy написано, видишь? Уже не первый раз эти надписи. Я бы открыла окно и там увидела кого-то напротив. У меня просто бы инфаркт случился. Поэтому для меня как раз-таки все эти панорамные окна – это кошмар. Я не могу объяснить, почему я этого так сильно боюсь. Но я вспоминаю... Может, кто-то читал коллекцию Дзин Дзиита. Ужасов Дзин Дзиита. Для меня это просто самый трындец, скажу я тебе. Там была история, которую я не могу забыть. Сейчас. Сейчас мы продолжим играть. История была в том, что начали появляться огромные шарики с лицами, с головами людей, настоящих, существующих, типа их копии. Они зазывали, пообщаться, люди начали тянуться к этим шарикам, этим шарикам просто раз и подвешивали людей. И тебе кажется, ну, нарисован, ну, ничего страшного, да, ну, не монстр же. И там был момент, когда вот один из ребят очень долго держался, человечек, он очень долго прятался в своей квартире и сходил с ума от того, что постоянно кто-то за окнами его зовет, его же голосом. А он не мог посмотреть, потому что если ты, ну, посмотришь на эти шарики, то все, тебе кранты. И вся эта история заканчивается тем, что он начинает слышать голоса о помощи, он вот так вот раздвигает шторы, а там шарик с лицом и все. И ты, вот сейчас ты, ну, послушал эту историю, думаешь, ну, и что такого страшного в этой истории? Ну, какие-то шарики-убийцы. А у меня эта история вызвала трясучку, понимаешь? Три-четыре страницы этого черно-белого комикса, а я спать не могла потом. Я не знаю, почему у меня это вызывает такую лютую панику. Я просто не могу это объяснить, правда. Не могу объяснить, страшно, страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, понимаете? Ух, прямо... Вот этот вот особенный момент, я говорю, у меня аж мурашки по телу побежали, когда он в манге вот так раскрыл шторы и увидел там врагов. Я... Не так страшно это было нарисовано, не так жутко это выглядело, но меня почему-то это уничтожило нафиг. О, куколка! О! Кот забрал ее! Ну, хорошо. Вот такие дела, ребят. Ну, кто читал, может быть, вспомните. Я не могу объяснить, правда, что в этом такого. Там были истории гораздо страшнее. Естественно, в этой коллекции Дюн-Дюнита не все страшное. Просто что-то тебя трогает больше, чем остальное. Ты не можешь объяснить почему, потому что ты не знаешь причины. О, кстати, проход наверх, как будто бы. Вот так вот! Для меня это было, да, самым жутким, самым страшным. Мне так... Я такую волну паники ощутила от этого. И поэтому, когда я помню, чуть какое-то время, пару лет я жила на первом этаже, вы не представляете, насколько меня пугала мысль о том, что кто-то может стоять за окном. Да, конечно, там высота на первом этаже была не такая. Но сами знаете, вот я не знаю, часто ли вы видели квартиры на первом этаже? Обычно, конечно, это достаточно высоко. Это обычно достаточно высоко, поэтому нет такого, что ты, знаешь, откроешь окно, а там человек в полный рост вот так, ну, глаза в глаза тебе смотрит. Обычно это, конечно, подоконник довольно высокий. Но, блин, не знаю. Я видела квартиры, в которых довольно низкие вот эти подоконники. Если там, не дай бог, кто-то будет заглядывать в окно. Я не могу объяснить, но это необъяснимо, что до чертиков меня пугает эта мысль. Так, кстати, книпка. Вот так вот. Вот так вот. Так, а что мы делаем-то? Какое-нибудь объяснение? Непонятно. О, там какая-то хваталка. Я достану отсюда или нет? Нет, отсюда я почему-то не достаю. Фух, ой, что-то я вспомнила, аж вздрогнула. Я еще так иногда отстойно объясняю, мне извините, мне прям иногда стыдно, что я не могу нормально и быстро объяснить то, что хочу. Мне как будто бы надо немножко переварить информацию в голове, которую, знаете, хочу сказать. А, отсюда нужно энергию, значит, об два обкрутить. Вот об эти, да, обкрутить надо. Так, ну-ка, ну, допустим. Вот так, конечно, не сработает. Ну, да, логично. Ну, окей, давайте просто вот сюда. Вот так. Оп. И а мы допрыгнем отсюда-то? Не допрыгнем. Ну, ладно. Подожди, может, хватит. Провода тут же был подъем. А-а-а. А-а-а. Он закрыт платформой, этот подъем. Не понял. А как тогда? А-а-а-а. Так, вот эти башенки, когда ты подаешь на них электричество, они включают руки. Оттуда сюда не допрыгнуть. И если обкрутить сначала АБ, то поднимется вот эта платформа вверх, и вот эта штучка будет недоступна, да? И что это значит? Так, давай попробуем перепрыгнуть сначала. То есть я так не достану, да? А, ну да, но, стой, конечно, не достану. И что это значит? А-а-а, подожди, а если вот так сделать? Сейчас. Вот так. Вот дотуда я допрыгну? О! Шикарно. И вот так подтягиваемся. Блин. Блин, еще, кстати, у меня привычка почему-то удерживать кнопку. Когда на самом деле рука хватается, мышку уже удерживать не обязательно. Вот так и вот так. Что случилось-то? А, вот. Все. Хорошо. И что произошло? А, платформа поднялась. Вот это. Что, мне по лестнице, что ли? Нет? А, вот дверь какая-то. А, окей. Значит, сюда. Окей, ладно. Очень странно, да? Как-то наполовину они раскопали, половина находят... Ух ты, там рука, кстати, фиолетовая, походу, вдалеке. Да? Что-то они комплекс, да, весь этот раскопали, под землю все это унесли, и ни у кого никаких вопросов не возникло об этом непонятном подземном подпольном этом, господи, приюте. Такое ощущение, что все вокруг идиоты. Как это работает? Вообще, я не могу уловить просто. Не могу уловить. Почему все такие глупые? Неужели никого это не смутило? Закрыто, ясно. Плюс то, что еще внутри игрушек какой-то газ засунули. Его вообще никто не тестировал. Его должны одобрить были для начала, чтобы использовать. То есть, понимаете, если вы даже проведете все исследования, то вы все равно должны получить подтверждение от какой-то лицензированной этой лаборатории. Ну, так просто не делаются дела, потому что. О, отлично. Так быстро, так все это не происходит, так не работает. Ну, то есть, даже если у тебя есть своя лаборатория, она должна быть государственно оформлена. Может, так и есть, конечно, здесь. Все это такая мутная история, что ты знаешь, все белыми нитками шито, если честно, весь сюжет. Ух ты, какой мальчик интересный. О, мистер и миссис Хартман. Прошу, садитесь. Как вам путешествие под землю? Такого мы не ожидали. И слова мистера Людвига еще раз убедили нас, что мы хотим остановиться именно на вашем интернате. О, да, у нас тут волшебно. Ну, офига себе, волшебно. Я ощутила это, как только переступила порог. Ты только открываешь двери приюта и уже понимаешь, что ты отсюда уже никуда не уйдешь. Напоминаю чувство, когда ты еще ребенок, и находишь свой дом, и мысленно возвращаешься к нему, чтобы успокоить тревогу. Вижу, вы намерены подарить Джереми дом. Дамы готовы на оформление опеки. Прекрасно, вы станете идеальными. Оу. Что? У вас кое-какие сложности? Сложности? Какие такие сложности? Не знаю, в форме написано тест. Что это значит? Скажите, что это означает? Мисс Грейбер, нам кажется, мы заслуживаем адекватных объяснений от вас. Разве нет? Вы же руководите этим процессом. Как вы можете не знать? И почему мы узнаем об этом только сейчас? Я не знаю, прошу прощения. Тест? А может, они детей засунули в эти игрушки? Ну, типа, кто может быть лучшим другом детям, кроме как не сами дети? Ну, ладно. Какая разница? Я все равно понятия не имею, что тут происходит, поэтому. Для меня здесь даже сюжета никакого нет. А что, где мне что искать? А! Все, я понял. О, Господи. Понимаешь, я все еще пытаюсь выяснить, при чем тут кровь у всех этих животных. Ну, точнее, у этих игрушек. То есть, они не игрушки стопроцентные. А что, в какой момент озверели? Что там? Твое время уходит. Повернись и иди домой. А я до сих пор, кстати, даже не знаю, зачем мы сюда приперлись. Спасти детей? Ну, как их всех уже убили сто лет назад. приветик. я хитророк. Спасибо. Можно немножко красного? А, она что-то говорила другое. Больше красного? Выйти? Нам нельзя наружу. Ты прячешь красный цвет? Знаешь, что да? Отдай сюда! Так гораздо лучше. Понятно. Красный цвет, это ты имеешь в виду цвет крови? Крови? Крови. Почему крови? Я ничего не понимаю. Кстати, а знаете, что самое забавное? Такое ощущение, что склепали очень много игр в одну. У вас нет такого? Нет таких мыслей? Ну, допустим, были записки, да, и судя по всему, все эти записки были исключительно в школе. Это были, ну, что-то вроде кусочка дневника вот этой учительницы. Больше по всей игре никаких записок нет. Только в том месте. Нет. Может, конечно, я их просто не вижу. Все это какая-то дичь. Потом все сегменты друг от друга отличаются. То погоня, то уходить как-то, то отстреливать маленьких зверя. Ничего не понятно. Какой-то хаос. Вот. Какой-то хаос. Кто это все придумал? Непонятно. Странные у меня ощущения от этой головы. Ничего не могу с собой поделать. Очень странно. Это все вызывает у меня эмоции. То ли, то ли мне нравится, то ли все как-то похоже на какой-то форшмак, если честно. Вместо полноценного, полноценной истории. Потому что сюжет все больше запутывается, а понятнее не становится. Ну, помнишь, в какой-то момент игрушки сбрендели и что-то натворили. А почему это произошло? И что это за игрушки, мы не знаем. Что за приют, мы не знаем. Ой-ой-ой! Ёж твою митить, ты прикинь. Так, наверное, забрать надо, да? Ой, а ничего не вижу я! Так. Ага, электрическая рука. Ладно. Господи! У меня глаза вообще ничего не вижу. Keep locked. Открыть надо, наверное. Ага. Что я делаю? Ой, мне глаза болят! А, вот еще дверь. А, она не открывается. Ага. Что-то я не до конца улавливаю, что происходит. Ага. А, и открылась дверь. Так, закрой я, пожалуйста. Спасибо. Можно снять, да? Ой, фух. Слава богу, я не могу. Мне прям... Угу. Ничего не понятно было. Так. Угу. А, он поднят. Окей. Что-то пикает, если что. Ой, стой. Это что, батарейка, что ли? Ну да. А, что-то не берешься. А, она тащится? В смысле? А? А, давайте действовать по наичи. Мы до этого так с вами игру проходили. Так и будем дальше. Вот давайте не будем просто лишний раз голову ломать. А, вот туда нужно вставить батарею. Понятно. Так. Еще раз. Значит, быстро. Значит, вот. Вот сюда. Давайте поступим, как мы делаем обычно. Мы просто сейчас начнем все поворачивать в свои стороны. Вот как я обычно это делаю? Это проще всего. Допустим. Вот это куда? Допустим, сюда. Хорошо. Так, а это куда направиться? Допустим, сюда. О, все. Ну, хорошо. Берем вот так и... Оп. Ага, еще включилось. Что это дало? Что-нибудь поменялось? Может, лифт поднялся? А, лифт реально опустился. И что? А! Вот, стой. Так, вот я сейчас отключаю... Да, да, электричество. Да, блин, отключаю. И лифт должен теперь подняться наверх. Правильно? Ну, в смысле? Он только что был, вот, пока не было отключено. А-а-а, подожди, смотри, я поняла. Сейчас я поверну, если вот так и включу, мы уедем наверх. О, а-а-а-а, понятно. Оттого, что, ну, понятно. Ясно, тут закрыто. Окей. Значит, вниз давай. А, вот куда батарейку-то вставить надо было. Все, извините. А, блин, руки загорели. Так, все, слишком много информейшн. Я не... Тихо. У меня просто какой-то бардак в голове уже. А, вот батарейка. И она такая же, да? Ее так же надо разбить, видимо. Окей, значит, ее пока бросаем тут. Здесь вот еще, как бы, было электричество. Надо, видимо, повернуть тоже как-то. Так, допустим. Сейчас я что-то вообще ничего не понимаю. Так, и запускаем. И что это включило? Ничего, что ли? Что-то я... Ладно, пойдемте попрыгаем тогда наверх, видимо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага. Ага. Ну, допустим. Ладно, теперь лифт открыт. Значит, что? Мы можем попробовать ту батарейку. Взять, да? Или где она, эта батарейка-то? Не тут разве? Подожди, что-то я не улавливаю. Погоди. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Да блин, она тут была. Просто я ее взять не могла. Ладно, пойдем наверх еще раз. А, мне же вторую батарейку надо разбить. Все правильно. Сейчас я, значит, вот это... Подожди. Наверх. Сюда? Ага. Что-то это электричество дает, только не понятно. А где батарейка-то? А вот батарейка. Вжух! Ой, а что она не бьется-то? Хорошо. Вот так забросить. И попробовать... Я поняла. Сейчас. И попробовать снизу ее, наверное, подтянуть. Вот так. Ну-ка. Ну как мы в тот раз разбили, так и сделать, да? Ну-ка. Опа. Блин, она не бьется. А почему? В смысле, до этого разбилась, нет? О! А, я ее... Ну не знаю. В этот раз, короче, она разбилась. Я не знаю почему. Я просто с ней рандомно спрыгивала в разные стороны. И вот она разбилась, наконец-то. Короче, без понятия, как это произошло. Вот какой-то... Как-то все очень странно. Знаете, в этой игре появляются механики рандомные. Просто... Вот она один раз появится, и больше никогда. Вот типа кубики, которые мы ставили на кнопки. Да? Где это хоть раз появляется, чтобы ты использовал предмет для того, чтобы нажимать на другой предмет? Нигде. Батарейки, которые нужно разбить их корпус. Где это появляется? Нигде. Так, а что не так? Почему? Почему не работает? Это что, бак такой был? Я уж зависла. Ну, в чем дело? Я просто перезапустила электричество, и все. Или... Я не понимаю. В этот раз как будто все точно так же было. Ничего нового. Какая музычка. Любопытная. Мне нравится. Так, пожалуй, мне нужен свет. Я не вижу ничего. У нас что, свидание с котом? Слышите этот? Прекрасный джаз. Если это джаз, конечно. Я не разбираюсь в музыке, так что тут уж извините. Так, ясно. Что мы ищем? Мы ищем батарейку, очевидно. Где мы возьмем батарейку? Ну, вот где. Где? Ты что, псих? Шо, лунишка? Я вообще в маске. Вот психопат накинулся на меня. Я что-то дернулась немножко. Да не, ладно. Я жива. И что он сейчас здесь? Это зачем было? Для чего? Ааа, понятно. Он с меня, видимо, маску сорвал, и я надышалась. Тыщи цветок. Из таких мест обычно не возвращаются. С каких таких? Интересно, мы понимаем, что вот этот дым как бы он вроде нас усыпляет и немножко гипнотизирует. Ты хоть знаешь, что делаешь? Но почему? Как они вызывают контролируемую шизу с конкретными сценами? Я понимаю, когда газ просто психотропный и вызывает разные видения. Всяких монстры тебе кажется, глючит. Но здесь ты видишь и видение, и как будто бы воспоминания. Знаешь, что здесь произошло? Так не работает. Логика покинула чат. Понимаете, о чем я? Контролируемые точные воспоминания. Это абсолютно не то, что делает вот такой вот газ. Может, это, конечно, мои воспоминания, поэтому я их вижу. Иначе объяснения нет. Но как будто бы это не мои. Ты знаешь, кем мы когда-то были? Да не знаю я. В том-то и дело. Как много загадочных и пафосных фраз, да? Которые ни к чему не веду. Понимаешь, почему мы должны положить этому конец? А можно... О, я могу смотреться. Осматриваться, оказывается. Так, дети здесь на нижних этажах также бесновались, кстати. Там, где вроде бы, по идее быть не должны. Ты хоть понимаешь, что сон, а что я? Нет. В этом и смысл же вашего психотропного розового тумана, чтобы я ничего не понимала. О! А мы же убили Хаги-Ваги, да? Ну да. Он мертв. Нет, ты не знаешь. Саглы не знаю. Ага, ага. Это вот, видимо, тот инцидент, да? Так я была здесь во время него? Потому что я уже вам поясняла, если это не мои воспоминания, я их не смогу увидеть. Я не смогу увидеть подобный инцидент, если это не в моей памяти. Иначе невозможно туманом заставить видеть то, чего я не видела своими глазами. Ну, я душнила, ну. Я понимаю. О, Олли! О, проваливай с приюта, иначе тебе конец. Да ладно. Ой, он у меня маску забрал. Ей дреть колотить. Ну, сейчас начнется. Сейчас начнем видеть всякую шизу. Ну, кот. Ну, дремот, конечно. Ой, я прошла сквозь дверь сейчас. Странно, мне сказали, что у меня все отберут. У меня отобрали только маску. Ну, как бы, ну, это самое главное, наверное, чтобы я видела всякую чушь. Тогда, да, логично. Понимаю. Что происходит? Куда я иду-то? Может, мне вообще на выход? А, ну, да, кстати. Может, мне и правда на выход. А вторику тогда я зачем взяла, если мне на выход? Что-то я не вырубаюсь вообще. Ой, ладно, давайте выйдем. Если с нами свяжется Оля, значит, все нормально. Ну, как бы, по логике. Я должна была что-то взять? Вообще-то, в офисе. Но ничего не взялось. Оля, ты позвала... Слава богу, все правильно, а то непонятно. Да? Что-то пошло не так. Подбери шнур из кабинета советника. Подключи его к питанию под статуей. Нам нужно дойти до 100% удачи. Шнур. Так. Ага. Ну, хорошо. Дойти до 100% это дойти до 100%. Что бы это ни значило. Так. Прошу. Все, да? А, ключ новый. Окей. Что за ключ-то? Ой, а как я? Скайдонкий какой-то. Ну, а что, проценты-то не сработали, что ли? А, господи. Я хожу уже. Вообще непонятно сколько. Ёлки. Все, понятно. Господи. Я, главное, понять не могу. Мне Оля ничего не говорит. И, ну, из-за этого, естественно, непонятно, что от меня хотелось. Ну, требовалось вообще. Еще в темноте, как бы, в потемках ходим, блин. Фонарика нет у нас нифига теперь. Так, ну это все, да, должно быть. Ага, Оля, да, вот, теперь энергия. Теперь принеси большую батарею в зону генерации газа. И мы сможем выбраться. Это дверь неподалеку от вагонетки. Удачи. Ну, это вот это красное вначале. Я помню, там было место для батарейки синее. Это, видимо, то? Да? Ну, по логике, да? Ну, да, там, где мы газ с вами перетаскивали. Ну, очевидно, да, что нам туда же окей. Хорошо. Маски только у меня нету. Если кот решит меня опять и газом своим надухарить, то ничего веселого не произойдет. Тоже защищаться мне нечем, как вы понимаете. Тут, кстати, все равно нет электричества до сих пор. Очень странно. Ой, бляха. Валим. Какой ты уродливый. Так. Ого. Братан. Ты выглядишь очень интересно. А почему ты так стрёмно выглядишь? Опять же, он не может насылать на меня видение своего тела вот в таком жутком виде. Либо мне это кажется, либо я его таким уже видела. Кот Дремод не так же выглядит. Это же, видите, из-за газа он для нас так выглядит. Он же когда... А, ну он же когда вышел, он был похож на кота. Ну, конечно. Матерь Божья, это что такое? О, ладошка. О, о, о. Ой. Мать моя. Что? Скоро появится кот Дремод. Приготовься. Ага. А, не подсоединяется. Эта комната защитит тебя. Раньше это место было укрытием. Возможно, и сейчас здесь будет безопасно. Смотрись. Смотрю. В комнате должны были остаться батарейки. Используй их, чтобы запитать любой нужный предмет в комнате. Так, ну не запитывается, я бы запитала. Фальшфайеры помогают отличить иллюзию от реальности. Они пригодятся тебе в битве с ним. В смысле, боссфайт, что ли? В данной комнате слева за тобой должен быть зеленый разъем питания. Его можно включить с помощью батарейки. Че? А, ну вот, вижу. В левой и правой стороне комнаты, в передней и в задней, должны быть небольшие углубления с разъемами для заряда. Посмотри. Туда ничего не вставляется же. Ну вот. А, не, вставляется. И что? О, кстати. Ой. Что происходит? Я... Ну-ка. Ага. И что? Я не понимаю вообще, если честно. Так. А, вот, загорелась ячейка. А что это я сделала? Так, подожди, не спеши. Я ничего не понимаю. Повести батарею в одно из четырех... Чего устройств за этим разъемом. Будь осторожнее. Код для ремонта уже близко. Чего? Чего? Ну вот эту фигню должны, видимо, зарядить. Ну, поочевидно. А, вот еще. Ну-ка, давай зарядим. И что это сделала? А это что дает? Блин, короче, мне надо отгонять, что ли? Вот он будет здесь... Не понимаю. Он будет здесь идти. И мне надо батарейки... Батарейки 4 вставить, да? О, господи, прошло минут 15, пока я пыталась сообразить, что-то меня хотят. Я бесконечно умираю. Короче, я сейчас пытаюсь вам объяснить, что происходит. Я ставила все батарейки в нужные места, куда меня попросили, соответственно, да? Здесь есть проходы. Раз, проход. Два, три, четыре. И вот есть потолок. Отсюда будет вылезать код. Отсюда его надо отгонять. Чтобы отгонять... О, кстати, не работает. Что-то бак какой-то. Вообще, вот, видите, вот проход, допустим. Здесь стоит батарейка. Когда батарейки здесь нет, проход не защищен. Соответственно, если код попрется тут, а здесь не будет батарейки, нужно ее сюда будет вставить, чтобы его отогнать. То же самое с этой стороны почему-то не работает. Когда мы вставляем... Вот, работает. Чтобы отгонять от этого прохода или от этого, делать это нужно вручную с помощью... Вот батарейка стоит. Вот зарядный механизм. Мы отодвигаем, допустим, стенку. Вот видим, здесь идет код. Бац! Отгоняем его. Поняли? Если код идет вот тут, мы переключаем... Капец, кстати, это очень геморройно. Между тремя руками надо переключаться, поэтому не очень получается. Ну вот. Мы берем вот так. Раз. Смотри. И... Оп! И видишь, стена дыма прогоняет кота отсюда. Постепенно нужно заполнять ячейки вот здесь. Идет определенный таймер, когда вставляешь каждую батарейку, и нужно вынимать батарейки, которые меня, как видите, защищают. То есть, допустим, со временем придется вытащить вот эту батарейку, которая защищает этот проход. И если вдруг код пойдет тут, мне нужно будет откуда-нибудь стырить батарейку, допустим, вот отсюда, от зарядного механизма, да? И поставить ее сюда, чтобы код здесь не прошел. То есть, нужно контролировать каждый вход и смотреть, откуда он идет. Потому что со временем у меня останется почти ни одной батарейки, как вы понимаете. И нужно будет контролировать вообще все входы, и это дается мне очень тяжело, мне ничего не получается. Сейчас вы посмотрите и поймете. Вот этот фальшфайр и помогает мне выяснить, настоящий код идет или ген. Короче, это просто дурдом какой-то на выезде, и реально ничего не успевает, очень сложный боссфайт. Смотрите, вот они поперлись. Вот мы следим. Нам пока не нужно следить ни за чем, кроме раз и два прохода. Все остальные, как вы видите, защищены пока что батарейками. То есть, начало несложное. Просто вот так следим за этими входами. Потолок подсветится, если оттуда пойдет код. Единственное, я не знаю, а вот эта батарейка отвечает за электричество. И проблема в том, что я не знаю, что будет, если ее вытащить. Будет ли подсвечиваться потолок, если оттуда лезет код. Я не дошла дальше третьей батарейки, если что. Я не понимаю, как это сделать. Я просто не успеваю. Пока я бегу за одной батарейкой, код начинает откуда-то нападать. И это вообще задница какая-то. Я просто не успеваю ничего. То есть, мне еще надо будет понять, когда вот эти проходы... Вот, смотри. Оп! Настоящий идет код. Значит, нам надо его отогнать. Вот так прыгаем сюда, смотри. Берем электричество. Раз. Бас, отгоняем кота. Проверяем дальше, чтобы никто не шел. Теперь нужно вытащить батарейку. Я вынимаю батарейку отсюда. Честно говоря, бляха, не получилось. И проблема в том, что пока я вынимаю эти батарейки, в какой-то момент код начинает идти очень близко. Вот здесь по проходу я просто не успеваю. Все, следим. Вот. Теперь за тремя проходами нужно следить. Поняли? Полезет отсюда код. Надо будет на той стороне активировать. Рычаг. Проверяем. Настоящий код опять идет. Берем. Прыгаем. Вы представляете, за сколькими фигнями нужно следить? Все, код ушел. Хорошо. Опять берем фальшфайры. Вот, следим. Следим. То есть, если вот сюда попрется код, да, мы прыгаем туда, и там на той стене есть треугольничек. Следить нужно за всем. Это капец. Это какой-то капец. Я не знаю, как на четвертую батарейку вообще выйти. Я просто не успеваю ничего. Я отвлекусь на секунду. Опа, вот. Лезет сверху, смотри. Просто хватаемся и тянем рукой вниз. Закрываем проход. Все, теперь нужна еще одна батарейка. Сейчас. Я отбиваю обычно атаку, потому что между атаками есть какое-то время. И потом хватаю третью батарейку, потому что я не успеваю. В момент, когда я хватаю батарейку... Вот. Вот, видишь, что происходит? Уже идет. Отодвигаем. Раз. Отогнали. Хватаем батарейку вот эту. Ну, скорее, можно. Спасибо. Взяли батарейку, суем сюда. Теперь нужно за всеми четырьмя сторонами следить. Да просто! Ад! Серьезно! У меня руки потеют. Я потею. Все потеет. Это просто невозможно. У меня всего одна батарейка, понимаешь? Которую мне нужно контролировать. Мне либо электричество надо, либо проход закрывать, понимаешь? И я должна переставить батарейку резко, если это понадобится. Вот, кот настоящий идет. Не успеваю. Вот опять, видишь, не успеваю. Не успеваю. Так. Успела, хорошо. Понимаешь, да? Так, нет. Я не беру сейчас батарейку. Я сейчас отобью атаку. Отобью атаку. Тогда возьму батарейку. Меня убивает в момент, когда я хватаю последнюю батарейку. Ну, последней, по крайней мере, два раза. Так было. Сейчас. Вот он идет опять. Хорошо. Раз. Все, последняя батарейка лишает нас электричества. Это просто фаталити, если что. Теперь вообще за всем надо следить. Я не уверена, что подсветится, если он будет лезть сверху. Вот, последняя батарейка осталась. Это последняя моя... Последний мой оплот за... Все, я не успела, видишь? Видишь? Вот так происходит каждый раз. Я не успеваю на последней батарейке. Вот я просто на секунду отвлеклась. Он материализовался из ниоткуда. Ты видел? Ой, я так паникую, ребят, вообще. Вы даже себе не представляете. Сейчас я атаку последнюю опять не отобью. Вот сейчас на секунду отвернусь. Хренак, и кот уже прям вот тут у входа стоит. А, фаер, только один остался. Да быстрее, ну! Что происходит? Не идет вроде никто. Что сделать? Что? Коснуться? А, что делать? Стрелять? Фух ты! Боже мой! Какая душнотень! Ох! Мне просто повезло, правда. О! Прототип! Это плохо. Смотри, он на него смотрит, как на божество. Видишь, еще и свет такой, рука такая. О-о-о! Сверху спустилась на него. Он же ему поклоняется, кот. О, он убил его? Зачем он его убил? О, нет, я знаю, что он... Я знаю, почему он его убил. Он его в свое тело потом вживит и все. А еще меня все еще интересует, как... Зачем они кота в такое стремное тело пересадили эти ученые? Я тебе говорю, тут ученые реально дебилы какие-то. Вот просто никакого объяснения нет их поведению. И все, да, ты его забрал. Но я тебе говорю, смотри, мы видели с тобой, как вот этот кот, да, собрался типа алтарь. И не алтарь собрал, а собрал себе прототипа. То есть прототип состоит, видимо, из огромной кучи разных созданий, ну, нынешних. Я не знаю, как их обозвать. Они вроде и не роботы, вроде они и кровоточат. Не очень понятно. Вот, и, соответственно, прототип их всех собирает в себя. Как так вышло? Как ученые эту фигню допустят? Я не знаю, у меня... О, господи. Оказалось бы, да, ученые умные люди. Думать надо, прежде чем какую-то фигню создать. Особенно с разумом. А, кстати, а если это что-то на основе роботов было сделано, да? А где закон робототехники? Поехали? А где законы робототехники? Почему они не работают, а? В этой вселенной. Законы робототехники где? Как можно создавать какой-то искусственный интеллект без законов робототехники? Как вышло, что они вышли за законы робототехники? Как вышло, что ваши животные с ума сошли? Ну, не животные. Блин, ну, я не знаю, как их назвать. Ну, правда. Это какое-то сумасшествие натуральное. Ой. Ну-ка. Все. Что-то нажать надо, может? А, вот. Пошло питание. Перезапустить, но перезапустить. Мы должны, видимо... Ну, да. Нам же говорили, что газ нужно перенаправить. А зачем, кстати? Это я настолько невнимательно играю? Или нам не объяснили, зачем я это делаю? Так. Ну, хорошо. Все, перекачали газ. Ага. Ой, свет включился. Супер! Так, на выход нельзя. Ну, вот дверька же открытая. Ну, ладно, давай сюда. А, отлично, ты здесь. О, привет. И вновь тебе удалось сделать невозможное. Ты где? Я знала, что у тебя получится. Кота Дремота больше нет. Красный дым. Обезвредили. А, мы обезвреживали дым. Благодаря тебе все возвращается на круги своя. А где ты, Поппи? Если мы пойдем дальше, тогда тебе следует знать право. О, да ладно, серьезно? А, вот ты. Ты здесь из-за своих коллег. Ну? Ты хочешь знать, что произошло и почему? Это? Это и есть ответ. Ну, наконец-то. Ну вот, а я все ждала. Мы назвали это часом радости. А, ага. Так, вот он, час радости. Так, ну вот, наконец-то. Хоть что-то непонятно будет. Вот, это начало игры. Ну, то есть, мы видели там Хаги-Ваги. Хаги-Ваги там в какой-то момент сошел с ума. И да, начал всех крошить. Это мы и так поняли, да. О, нам, наверное, покажут сейчас, из-за чего все это случилось. А почему они пошли на бунт, понимаешь? Так, вот показывает. То есть, это... Видимо... А, все одновременно, что ли, сошли с ума? Вот такая логика. Все одновременно двинулись кукухой и начали кромсать людей, да? О, куча учительниц, кстати. Фига их, как много там было. Серьезно, почему осталась только одна? Так, вот Хаги-Ваги. Устроил. Ага. Надо же. Ну, это я понимаю, да, да, да. Вот код ремонт тоже. Офигеть, сколько здесь людей порешали, если так подумать. Ну, это час радости. То есть, вы так назвали вот это вот восхитительное событие, да? Наполное жестокостью и часом радости. Хорошо. Так. И какие конкретно ответы я должна была получить, Поппи? Я помню все в мельчайших деталях. Поппи, это не ответ нифига, это чушь какая-то опять. И этот звук продолжался так долго, что становилось тошно. Они пробовали прятаться, убегать, да все что угодно, лишь бы выжить. Я помню их крики. Что происходит? В чем дело? Что это за шутки? Это было массовое убийство, бессмысленная бойня. Они убили всех. Невинных, виноватых, им было все равно. Все эти смерти ни к чему не привели. А потом, когда резня кончилась, они утащили тела вниз, где их никогда не найдут. А потом они сожрали эти тела, чтобы выжить. Прототип должен умереть за это. За все. Ты ничего не объяснила? Я и так без тебя знала, что вы тут всех порешали. И что? Ну? Как только доберемся вниз, лифт отправим наверх. Держись крепко. После тебя. Ответ мне никто не хочет. Ну хоть чуть-чуть. Уже третья, понимаешь? Это уже даже больше середины. Уже пора дать какую-то, ну... А куда ушла? Ой. А, вот она. А, она нам лифт опустит. Я все равно ничего не понимаю. Что они здесь с ними делали? Зачем они их исследовали? Чтобы что? Я не улавливаю логики. А вы улавливаете? Значит, сюжет таков. Создали они вот этот вот, значит... Был парень, да? Мужик, который создал этот магазин. Какой-то, точнее, создал восхитительные игрушки, которые стали популярны по всей стране. Заработал кучу денег. Потом решил построить приют. Так? Потом они начали заниматься собственными исследованиями, чтобы улучшить игрушку. Так? В какой-то момент они собрали какого-то прототипа. Из-за этого прототипа, возможно, я не поняла, в какой-то момент большая часть их игрушек сошли с ума. Почему? Неизвестно. Ответа на вопрос нет. Видимо, очень отвратительные, как я и сказала, ученые, которые все проверяли, да? Вот это, чтобы все работало, чтобы все было хорошо. Значит, все не до конца проверили, и вдруг они все массово посходили с ума. Кот-дремот-то понятно. Ну, прототип типа его от чего-то спас, и вот кот-дремот, поклоняясь, собственно, прототипа, мог натворить что угодно. Все остальные-то почему? Ну, что это за массовый психоз? Вирус какой-то машинный или что? Ну, у этого всего нет логики, понимаешь, у этого сюжета. Нет связи. Нет. Ничего нет. Белыми нитками шито, я же говорю. Непонятно. Должно быть какое-то объяснение. Ну, Попи же, допустим, с ума не сошла, Киси Мисси тоже с ума не сошла. Почему на одних действует, на других нет? И что это за час был? В какой-то момент они все, все сошли с ума, то есть получается. То есть это в секунду произошло. Должен быть катализатор всего этого. А где он? Кто? Какой? Нифига не понятно. Вот вы что? Я ничего не понимаю вообще. Ну, ладно. Пока, Киси Мисси, увидимся. Пока-пока. Надо осмотреться. Там что-то... Ой! Что она делает? Это не... Нет, 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 нет! Мы идем! Держись! Ну же, ну же, быстрее, быстрее! Киси! Ой-ой-ой, все? А что с Киси? Все, и Киси прикольно. А, конец. Блин, ой, а что-то Кисю Миссию-то жалко. Она вообще ничего у меня плохого за все это время-то не сделала. Вот так, прикини, все, и сюжет закончился. Ну, ясно, что ничего не ясно. Мне на протяжении ролика вам уже поясняло, да, что я думаю по поводу этого эпизода. Он реально как будто собран из очень большого количества... Не знаю, он как салат нарезанный всех хорроров просто. Самые лучшие фишки оттуда, оттуда, оттуда. Все взято, засунул в один форшмак. Опять же, проблема, знаете, в чем таких игр? Можно я вот эту одну вещь скажу, да? Есть хорроры, в которых происходит какая-то дичь, но в принципе сюжет простой и понятный. И тебе весело и прикольно просто потому, что геймплей интересный, монстры прикольные. Тебя не особо волнует сюжет. Но когда игра пытается казаться сложнее, чем она есть, начинают разработчики накручивать сюжет так, расписывать все так, что сами себе портят жизнь. Потому что я очень надеюсь, что здесь не останется недомолвок в последующих уже главах, потому что на данный момент это пока все очень странно. Ну, то есть я объяснила, как я понимаю на данный момент сюжет. Окей, пожалуйста, ну, то есть все может быть. Но это не объясняет полную тупость людей, которые всем этим занимались. Одно дело, когда люди ошиблись. Ну, ошибиться, да? Ошибиться это можно? Может человек ошибиться? Может, ну, ошиблись. Ну, хорошо, бывает. Но здесь как будто планомерное... Понимаешь, люди планомерно деградировали в тупице, когда все это создавали. Пока это выставляет, как бы, знаешь, такое ощущение, что, может, прототип и прав, если вокруг одни такие идиоты. Раз они сами нас создавали черт пойми что, они переселили кота в это жуткое высокое тело. Вы его видели, да? Как он выглядит, кот? То есть они сами посадили, посадили его в тюрьму, чтобы с ним разговаривать, чтобы его изучать. При этом они периодически кота, который сидит в тюрьме, очевидно, не просто так, позволяли коту общаться с детьми, пытаясь его социализировать. Зачем? Зачем вы социализируете этого кота? Зачем это? Если он опасен и сидит в тюрьме, так, ну, просто отключите его. Я понимаю, что, может, хочется изучить. Ладно, ну, может быть, да, он обрел самосознание, вам интересно. Но здесь нет сюжета про обретение самосознания. Может, я... Какая я душная, ужас. Я сама себя задушнила. Я надеюсь, вы понимаете, к чему я все эти мысли говорила, о чем, что я имела вообще в виду. Может, написать в комментариях, что вы думаете. Может, согласны, не согласны со мной по поводу того, что здесь происходит. Потому что, ну да. Я понимаю прекрасно, что я могу немножко задушить. Могу немножко задушить. Может, я слишком многого хочу от игры. Но проблема в том, что игра сама задает себе планку, усложняя геймплей и сюжет таким образом. То есть она сама пытается казаться серьезнее, чем она есть. А если ты не хочешь казаться серьезной, будь готова, что будут задавать вопросы. Ладно. Все, все, ребят. Хочу сказать всем огромное спасибо за то, что были со мной. Отдельное спасибо спонсорам канала, тем, кто оформляет подписочку на Бусти. Да, вот они вот, эти потрясающие ребята. Мы с вами увидимся в других роликах. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok